Не обманешь подсознание. И все психические проблемы имеют в теле вполне физические, ощутимые зажатости. И эти зажатости где-то, как-то они распределены. И кто-то вот такой, такой, сякой, такой... Нет. Через пальцы, когда ты массируешь, разминая кончики пальцев, ну, есть даже практики такие, просто люди берут и вот массируют кончики пальцев. Ты эти линии размассируешь, и там вдруг эти зажимы начинают расслабляться. И ты через встречу кончиками пальцев, ты встречаешь те ситуации, прорабатываешь их, и они тебя отпускают. И почему важна эта встреча самого себя с собой? Когда ты за кругом, ты размассируешь эти пальцы, ты начинаешь те ситуации вспоминать. Надо человека вот посадить, оставить его в покое самого себя, с собой. И вдруг там кто-то начинает плакать, кто-то начинает вспоминать жизнь. Ты оставь меня, я спокоен. И важна вот эта встреча, потому что, ну, как ещё по-другому. Там зажимы прорабатываются, расслабляются, ситуации проходят, и человек выходит обновлённый. Вот примерно такой, если очень просто говорить, механизм действия. А дальше во время этой медитации, условно, встречи, ты ещё и как побочный продукт имеешь к рынку. Вот это вот самое главное отличие нашей условно-русской психологии от там медитации на горе, когда ты просто помедитировал, и продукта нет. А тут олицетворённое воплощение твоего исцеления, да? А тут ты ещё имеешь, да, горшок, вполне практичный. Ну как остановиться после такого, если ты однажды такого... Никак, я однажды увидел, думал, вот пока я не выкручу такой кувшин, я не остановлюсь. Ну вот я выкручу такой кувшин, и пока не остановился. Субтитры сделал DimaTorzok Допрос сразу, поэтому я... Что такое, почему не на работе? Нормальный, приличный человек. Почему не на работе? Почему не на работе? Да. Допрос. На пятидневке должен быть с утра до речи. Это разврат. Как начался этот разврат? Ну как, не захотелось просто идти на работу и всё. Ну как оно щелкнуло? Никому не хочется. Все приличные люди страдают и всё, превосходят себя. Ходил, 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 ходил. Там, знаешь, это как будильники сейчас делают. Имя дорожку к ванной постилают и с интервалом там 20 секунд ставят. И ты ползёшь до ванны утром, значит, по этим будильникам, молотком, вот, а потом, значит, ползёшь дальше там к галстуку, вот, а потом дальше ползёшь там. Кудавки, да? Правильно. Кудавки, да, да, да. Кудавки. И с этого начинается день. Да. Как его тогда жить? Не хочется начинать день такой. Вот. Ну и всё, не захотелось мне начинать так день. А потом я вспомнил, что я в три года вылепил маленькую кружечку. Это была моя любимая игрушка. Она была кривая такая косая из глины. И в детском саду был школьный муфель. Школьный муфель – это маленькая такая печь. Её запустили, и всем детям обожгли их поделки. И вот с этого началось. Потому что я ощутил, что у меня в руках реальное что-то настоящее. А настоящее имеет корень настоящее. Во-первых, это время настоящее. А во-вторых, это вещь настоящая. И когда ты настоящими вещами наполняешь своё пространство настоящими, тогда ты живёшь настоящим. Логично же, да? А если ты делаешь что-то офисное, не настоящие бумаги там перебираешь, или галочки проставляешь где-нибудь в компьютере. Нет настоящего. Ты живёшь в прошлом, в будущем. Результаты нет. И мне захотелось каждый день, прям каждый день, руками такое ощущение, что я без этого жить не буду. Вот это вот журнал про керамику в стихах. Здесь я рассказываю, как глина влияет на погоду. Вот однажды я затащил в город Москва-Сити кувшин. Вышло из него солнце. До этого шёл дождь. И после этого шёл дождь целый день. На 15 минут солнце вышло из кувшина. Вот мы его сфотографировали, и тут же пошёл дождь, когда мы его убрали. Я не мог понять долго. Приходит ко мне, там, семья начинает лепить, у них через 3 минуты глина рассыпается, комочек. Что происходит? А у меня я леплю 20 минут, всё нормально. Им даю новый комок, опять через 3 минуты рассыпается. А бывает, все мне приходят, всё нормально. Оказалось, что один индус мне потом подсказал. Говорит, руки пьют. Организм современного человека обезвожен, потому что гипсокартонная, бетонная пыль везде летает. Она абсорбирует воду. Асфальтовая поверхность изменяет влажность. Влажность в городе там условно не 50%, как должна быть. Она там 30%. А с отоплением городским все 20 и 19. А развиваются, конечно, полевые клещи и дома. Они летают везде. Всех едят, астму вызывают и так далее. И вот люди так истощены, и у них всё крошится. Да, и всё крошится, потому что им делать нечего в организму. Он пьёт как может. Пьёт через руки. Так вот, глины лепишь, водный баланс восстанавливается в организме. Ну, был момент отречения, но затем был возврат к себе, да? Да нет, отречение идёт 11 лет в школе от самого себя. И ещё там 5-6 лет в институте, а потом дальше полжизни. Вот оно идёт отречение. Оно идёт незаметно и поступательно, и никто не понимает, что он отрекается. Однозначного ответа нет на этот вопрос. Никогда. Дело в общем. Вот ребёнок учится. И задали классу, например, там, ну, таблицу умножения. Один научился списывать, другой зубы заговаривает преподавателю, третий научился логически выводить. А четвёртый зазубрил просто её. Вот, поэтому педагогическая составляющая, что же происходит на уроке, это не ясно совершенно. Поэтому если мы принуждаем даже себя там ходить на этот урок, не факт, что мы научимся тому, чего планировали наши учителя. Ну, в кавычках. Потому что, конечно, учитель с большой буквы, он не может, во-первых, взаимодействовать с 30-ю там детьми одновременно, так, чтобы каждого слышать и понимать. Индивидуальный такой подход. А каждый учитель с большой буквы, он должен подбирать урок для вот конкретного человека и его конкретного состояния в конкретный момент времени. В конечном счёте, что извлечь квинтесенцию из такого образования, что я учусь изощряться и быть лукавым в силу отсутствия выбора и называть эти вещи позитивными, какую-то выжимку позитивную из этого выискивать. Ты бы пожелал своим детям вот такую школу, какую мы прошли? У наших детей будет другая школа. Это совершенно однозначно. Говорить о том, что у них будет та же самая школа, невозможно в ту же самую реку войти дважды. А, конечно, мы попробуем там подстелить где-то соломки, но трудности у них будут другого характера и уроки у них будут другого характера. Когда на веру принималось то, что говорил тебе там твой наставник, дед там, прадед, просто наставник, то сейчас уже не совсем однозначно, уже другой урок нужно проходить. Это количество изобретений в единицу времени. Это 1900-й год. Это изобретение парохода, паровоз, телевизор и так далее. Скотника. Количество изобретений в единицу времени меняющих человеческую жизнь. Если раньше 99 задач было стандартными и 100, поставить печку, сшить кафтан, и образование должно было быть репродуктивным, то есть максимально усвоить социокультурный опыт дедов-прадедов, то в середине века, когда транспорт изменился с мужевого на космический, стало очень много изобретений. Деды нас не могут научить пользоваться космическим кораблем. И нужно вводить образование непрерывное. Непрерывное. У меня родилась дочка, мы где-то, ей было один месяц, мы пошли в Карелию кататься на лыжах. Дочка у меня была в руке, вот, месяц, и в другой руке у меня была палка, она управлялась на лыжах. Окружение считало это безумие. Совершенно очевидно, что ребенок абсолютно по-другому воспитывается в природной среде. Мы здесь проводим разные мастерские. Сегодня космическая тема. Дошла девочка, заплакала даже. Я, говорит, так хотела найти вашу мастерскую. В прошлом году искала, позапрошлом искала, наконец-то нашла. Пришла, села, заплакала. Видимо, счастье. Как ты своих детей собираешься? Уже, вот. Узнавать, что им нужно, и как они, они озвучивают тебе, или ты их куда-то пытаешься сам? Нет, это высшей степени наблюдательность должна быть. Например, мой сын любит на рыбалку ходить. И вот, ему все теперь дарят удочки, и через рыбалку откроется целый мир, потому что рыбалка – это медитация, рыбалка – это развитие, скажем так, ощущения воина, добытчика, вот, и так далее. И целый мир открывается через рыбалку. Так же, как гончарство, например. Через гончарство можно открыть и силуэты, это вся математика, и химию процесса, и физику обжига, и все-все-все, и биологию, потому что есть такая тема, как зольные глазури, которым посыпают, и оказывается, в корешках разных растений накапливаются разные оксиды металлов. Эти оксиды металлов дают разные цвета. И когда ты залой этого растения, какого-то там, корня дуванчик, собранного в полнолуние, посыпаешь крымку, он, значит, становится, допустим, золотистым. Только через дело какое-то, через овладение материалом, любым, неважно, там, деревом, металлом, ты понимаешь, что все взаимосвязано. И химия, и физика, и математика, и тут вот, и золотые сечения, и руки тоже умеют думать. Здесь я рассказываю, как глина минерализует организм, когда ты лепишь. Лепишь из глины, оказывается, Боткин, часть него, Боткинская больница названа. Он занимался проблемой минерализации, и глина дает ровно те минералы, которые нужны организму, прямо сейчас. То же самое с корнями растений происходит, когда вот сейчас меряют, есть ли там какой-нибудь азот, какие-нибудь там магний, фосфор, а нет его там в почве. Но не там меряют, потому что есть бактерии, которые едят органику, и тут же все необходимые вещества дают корням растений. В тот момент, когда корням это нужно. Это называется симбиоз. Он тысячелетия вырабатывался. Почему в лесу все растет, а на огороде ничего не растет. А ученые не так считают. Они смотрят, там нет ни магния, ни фосфора. Значит, надо ввести, они говорят. И удобряют почву химикатами. А это неправильно, потому что на самом деле все эти вещества есть в органике и поставляются микроорганизмами ровно тогда, когда корням это нужно. И вот глина, ровно тогда, когда человеку нужно какие-то минералы, она ему через руки дает. А это как глина развивает гибкость. Гибкость в теле, гибкость в уме. Гибкие как глина, жизнь на легке. Мышцы разминания, вернем жизни дух. Будем живое, как здорово. Ух! Ну, здесь еще ряд стихотворений. Некой философии я покажу просто нахрак, что-то так делается. За ухо. Надо достать рукой, откуда растет рука. Боже правый. А подожди, это как? Ты цельноправленно не занимался? Это благодаря тому, что ты работаешь с материалом? И открываешь в себе новые грани. В этом смысле я уже был математиком на момент, когда я стал гончаром. Уже фактически и программировать тоже учился, научился. Поэтому я сейчас на кувшины еще научился записывать звук. Поэтому я телевизор встроил в бутылку. Он на свет выйдет. О, сколько! Иженерное прошлое напускается. Да! Поэтому в этом смысле то, чему я учился до того, как я стал гончаром, оно было достаточно важным, чтобы уже в гончарстве мне сделать какие-то вещи, которые были недоступны до, если бы я не делал того, чего я делал. Чего жирновая система меня, так сказать, сподвигали или дрессировали. Вот к чему вели и какие знания мне, навыки вкладывали. Хотя не вкладывали, конечно, это для системы, чтобы у меня были системные навыки. Но поскольку я вышел из системы, я вот много чего наизобретал. В принципе, программу я придумал советский инженер в 60-е годы. Как? Вот я беру приложение специальное для айфона. Так. И вот через 5000 лет подношу. Айфон «К urban» Музыка Ощер «К validated 9% Нас gì там? Думаю, музыка Игра Басса Егра в Сейчас, выберем ракурс. Лазерная резка. Вот не картинка. Может пощупать, она рельефная. Какая была последняя официальная работа? Я занимался водородным топливным элементом совместно с Академией наук Роснана. И входил инвестор к нам в проект, и чего-то там юридически были проволочки. Ну, я думаю, пойду поучусь гончарству. Полеплю, и затянуло меня это дело. Я понял, что здесь непаханное поле, что здесь гончаров всего 50 человек на всю страну. Таких вот, которые выпускают продукт. Не то, что проводят мастер-классы, но выпускают горшки. Просто так случилось, что временной такой зазор появился, и ты им воспользовался. Хорошо. Хорошо, но внутри-то дилемма остаётся. Прошлое – это то самое тянущее, которое нашёптывает. Ты потеряешь всё, это опасно, ты безумец, ты за это оплатишься. Не было этого? Да нет, мы... Всегда какая-то есть история ещё сподвигающая. А эта история оказалась то, что у меня уже там двое детей появилось, а сдавать их в школу не хотелось, а ездить там достаточно долго в мегаполис тоже не очень хотелось. Ну, и они бы меня не видели, соответственно. И вторая история, конечно, не всё так чисто у нас в инновационном бизнесе. Нас обманули, значит, на очень большие деньги. Мы поняли, что это система постоянного обмана, вот чего. Особенно в инновациях. И инновации – это тоже постоянно закачивание денег, они не всем нужны, а точнее всем не нужны эти инновации, нужны только отдельным людям. И 20-30 лет тратить на то, чтобы внедрить какую-нибудь одну разработку, а в это время идёт ряд стран с другими разработками, не факт, что твоя разработка будет лучше. Я на примере своего папы знаю, что он там занимался самолётом, условно, 10-15 лет, а потом раз эту тему закрывают. Ну, все знают, например, какой у нас был буран прекрасный, сколько институтов на него работало, а потом тему закрыли, например. А люди этим 30 лет жили, например. Или там самолёт-невидимка у нас был прекрасный. Или был в Жуковском здесь самолёт с вертикальным взлётом, с вертикальной посадкой, с какими-то умопомрачительными характеристиками, тоже его подсписание. Или было у нас... Да чего у нас только не было. Над чем люди работали, не одни, не десятки, и не тысячи, а десятки тысяч людей работали, целые институты. И просто эти темы, розчерком, там, политического пера были уничтожены. Готов, да? Готов. Это верло у нас создаёт подъёмную силу, 12 раз лучше, чем лучший вертолёт мира. Чтоб так нас на костре не сожгли. Если автоматически летающие, то что, по-моему? Вот рядом с вами изобретатель живёт. Снимат, куда-то, наоборот, или нет? Бардак будет? Если на дорогах пробки ещё не хватало воздуха, робот. Ну, мы можем предположить, почему она летает. Мы можем предположить, например, что остаётся градиент электрического поля. Это способ перемещаться в пространстве. То есть, мы сможем летать. Если эта конструкция не связана с ионным ветром, а связана с пространством, то есть, с вакуумом, то почему и не летать? Наше Солнце зелёное. Потому что максимум спектра у ней в зелёной области. То есть, представляете, насколько Вселенная построена по какому-то мудрому закону. По поверхности кажется одно, а глубина оказывается другого. Это вот один учёный сказал, я сейчас не помню фамилию, но он сказал очень мудрую вещь. Если вы изучаете науку поверхности, Бога нет. Как только вы погружаетесь внутрь, вы видите, что Бог есть. Вот в этом и есть юмор Бога. То есть, изучайте глубоко. И тогда вы увидите именно глубинную причину взаимодействия. Сколько честно себе нужно проговорить, да, всё то, что произошло, чтобы начать. Да, а потом система, это система. Люди, входя в систему, обязательно пойдут когда-нибудь на пенсию. И их пойдут. Известно, что очень многие, кто выходит на пенсию, ну, например, лётчики. Вот у нас город Жуковский рядом, здесь лётчики выходят на пенсию очень рано, там, порядка 40 лет, по-моему. И в 45 лет уже этих лётчиков, там, 50% недосчитываются. Почему? Потому что начинается рутина, в общем, человек теряет смыслы. А самое главное – это овладеть смыслами. И когда ты смысл теряешь, ну, рано или поздно, конечно, в системе ты его потеряешь. Ты же работаешь на систему, система тебя выгнала во время пенсии, и всё. И ты потерял смысл, и что жить-то раньше. Раньше, вон, жили до 160 лет. Можно посмотреть, как книги на эту тему, на долголетие Древней Руси написаны. Вот как люди сохраняли долголетие. Просто они жили для себя, для своих детей, для своего сообщества, не для чьих-то интересов, особенно политических. И, конечно, у них были иные смыслы. А иные смыслы существования ты уже по-иному себя ведёшь в разных ситуациях. Уже как-то вот мощнее, фундаментальнее становишься. Длинного колеса. О, первый гончарный круг. А где колесо? А, вот же оно! У меня была Нива, там 16-й, дюймовый, по-моему. Обод, взял колесо и сколотил сверху из дерева ящик. И колесо поставил на подшипник, сверху приварил сковородку, а на сковородку приклеил иллюминатор от самолёта. У меня папа занимался самолётами. Приклеил на автомобильную мастику, чтобы выровнять вот эту плоскость. Так у меня получился гончарный круг. Я на нём сделал не одну сотню изделий. Боже, всё живо, всё живо. Шевелится. Хотелось бы тебе сейчас заниматься инженерным каким-то творчеством? Ну, я им и занимаюсь. Инженерным творчеством я сейчас занимаюсь. Потому что раньше-то я творил, можно сказать, только по указке. А по указке невозможно творить. Это роботы по указке будут творить. Вот сейчас, например, искусственный интеллект уже пишет картины, пишет стихи по аналогии с какими-то авторами. Ну, допустим, он изучает все стихи какого-то автора и пишет стихи в его же стилистике. Почти ничем не отличишь. А вот разработать новую стилистику робот будет не в состоянии. Те, кто находится в системе, не могут по-настоящему творить. То есть могут, конечно, но это творчество еще будет использовано не по тем... Да вот простой пример. Вот Королев, например, ракету сделал. Он же хотел в космос, а наши правители хотели уничтожить соседний континент. Но он, конечно, перехитрил отчасти наше руководство. Он сказал на заседание, значит... А вот, кстати, мы можем еще и человека запустить в космос. Ну, когда спутник запустили уже и его поздравляли, он сказал, а вот, кстати, нам можно еще и человека запустить. А что для этого нужно? А он сказал, а ничего не нужно. А как это ничего не нужно? А ракета уже была создана. Потому что создать ракету для запуска человека... Извините, человек весит больше, чем весит спутник. Я могу ошибиться, но раза в два-то точно. А в два раза больше или в три раза. Систему жизнеобеспечения еще нужно к человеку представить. Значит, это другой вес ракеты. Потому что больше топлива. Другая ракета. А делая спутник, он уже знал, что надо делать ракету на большую массу рассчитанную. Когда он сказал, что ничего не нужно, ну, конечно, удивились на партсобрании. Потому что, ну как, значит, ракета уже была создана. Значит, он все-таки использовал и перерасходовал там советское имущество. Тем не менее, победителей не судят. И они просто подписали. И уже Гагарин летел. В этом смысле он творчество направил в ту руслу, в которую он сам рассчитывал и хотел. Но это в высшей степени нужно обладать навыками правиться, что его могли в любой момент приставить к стенке и расстрелять. И, в общем-то, вся наука и вся космонавтика, и не только космонавтика, они развивались сейчас только благодаря по увеличению обороноспособности. И в этом смысле все творчество было этому подчинено. Субтитры создавал DimaTorzok А творчество, то, которое, допустим, там, не инженерное творчество, оно было подчинено воспитанию типового шаблонного человека. Тут надо, конечно, сильно определить, что же такое творчество. Вот не в плане воспитания шаблонов для социума, а в плане, наоборот, вытаскивания его из шаблонов. А вытаскивание, извините, из шаблонов – это человек неуправляемый. А неуправляемые люди государству не нужны. Поэтому мы сейчас в конец запутались, что же такое творчество в этом смысле. Все-таки нам надо вытаскивать человека или шаблонировать дальше. Вышел из роли инженера, творца, ученого, и который, да, упакован, опять же, в социальные рамки, нормы, шаблоны, но дилемма-то уж какая немыслимая. Тут все так непросто оказалось. Еще больше запутать ситуацию, если, то, в общем-то, любому человеку на самом деле, неважно, чем заниматься в жизни. Вот смотрите, есть модель поведения у каждого человека. Ну, например, я еду на машине, меня подрезает джип там справа, а у него левый бок уже вмят. И сколько бы машин он не менял, он все равно будет подрезать, не меняя модель поведения, он все равно, ему кто-нибудь въедет в этот бок. И все равно будут бить, сколько бы машин он не поменял. И человек работает там, неважно, сварщиком, гончаром, токарем, менеджером, ведущим, маркетологом, пиарщиком, я не знаю, кем угодно. Он все равно общается с людьми, общается и попадает в те же самые ситуации. И, конечно же, здесь ты преодолеваешь какие-то духовные практики, и учишься, и растешь. И неважно, где, что ты растешь в должности председателя Газпрома, что ты растешь в должности продавца колбасы. В этом смысле духовный рост есть и там, и там. И совершенно не очевидно, где больше. Поэтому, на самом деле, если вот еще больше все запутать, даже если ты хочешь на работу в офис, это еще не факт, что ты духовно, скажем, беден, или наоборот, духовно богат. Ты можешь быть и таким, и таким. Ты можешь здесь, в этих ситуациях, предложенных жизнью, ты можешь расти, а можешь не расти. Поэтому тут нельзя возносить «занимайтесь все дауншифтингом». Нет, наверное. Просто обратитесь к самому себе. Наверное, это самый лучший совет. А что дальше уже? Обычные жизненные ситуации будут вам обеспечивать рост духовный, ну, по крайней мере, потенциал, в любой сфере деятельности, в любой. И уже ваше дело вот в этой конкретной ситуации, принимая то или иное решение, вы растете или нет. Ну, здесь есть кадры мастерской, и, например, некая аналитика, почему в Италии мы закупаем дизайн, весь мир закупает. Китайский чайник сделан в Китае, а итальянский дизайн. Оказывается, они лепят с рождения. Там во всех школах есть кружки. И чувствование пластики, самое главное. И глина – это один из самых простых материалов. Не обрежешься, не поранишься, там ничего не сломаешь. Который тебе помогает твое воображение выводить в материальный мир. Это самое главное. Мы часто лепим, но не можем вылепить то, что мы хотим. И вот сведение этих процессов, то есть лепить то, что мы хотим, это и есть ключевой навык жизни, когда ты жизнь вылепляешь ровно ту, которую хочешь. Ну, здесь вот… Тут прямо большие мастер-классы. Да, большие мастер-классы. Здесь тоже ряд, как называются, некоторые формы. Ну, и как ко мне доехать, позвонить. Вот я здесь. Москва. Поселок Ильинский. Поселок Ильинский. Да, меня Илья зовут. Очень просто запомнился. Ты специально для Куклачева вот этих котиков лепил? Да, да, да. Он был рад, понравились ему. Да, вот она, селфи с ним. У него есть музей кошки в Москве, и вот там он обещал выставить Готов. Можно пить, есть. Мастер-класса имен riders. Меня clear про то, Putnam людей. Ну и все едыrobe, вы принадлежите на воду. Эмилии near the practical hose Разв Boold Инопланетяне играют в шахматы друг с другом. Это мастер из Луганска приезжал, сделал мне инопланетян. Я лепил мышей, у меня мыши звились. Стал лепить котов, теперь три кота ко мне пришли. Теперь я леплю инопланетян. Скоро, скоро, ждите в гости. Как это лунная керамика? Что такое лунная марсианская? Лунная керамика. Чашки я им поставляю для лунян, для марсиан, чтобы их никто не заметил в телескоп. И для юпитерян такие чашки. Кратеры для лунян. Кратеры для лунян тоже тренировался делать. Нравится кратер. Луняне были благодарны. Благодарны, да. Пока вы это все будете делать, вы освоите и материальный мир. Потому что вот там на табличке написано. Материал откроет мир, вселенную большую. К тебе она. Однажды вмиг поймешь всю суть земную. Ну то есть материал не обманешь. Особенно глину. Глину не обманешь. Глина знает все. Ты лепи и станешь с нею заодно. То есть она лопнет или треснет, если ты ее обманешь. Вот человек можно обмануть, а глину нет. То есть взаимодействуя с материалом, ты становишься и честнее, и симметричнее. Потому что если мы говорим не просто про лепку, а про гончарный круг, вот вращение, вещь вращения, она всегда симметричная. И ты начинаешь как-то с собой работать. Потому что все психологи знают, ты рисуешь самого себя, лепишь самого себя. Воспроизводишь самого себя. Танцуешь самого себя. Поэтому в этом смысле образа ты выводишь в свои пространства окружающие. Ты их видишь, они тебе не нравятся, ты их начинаешь отсекать лишние, получаешь лучшее. И, соответственно, ты начинаешь с собой работать. Это тоже глина? Тоже глина. Что же она олицетворяет? Жизнь. Где бы ты ни был, если ты хочешь деградировать, ты будешь деградировать. Хоть в городе, хоть в деревне. Хочешь развиваться, будешь вот так процветать, развиваться, вдохновлять еще такое количество людей. Как ты это делаешь. Но все-таки хотелось бы немножко коснуться темы умирающей деревни. Деградации в деревне. Что город, система, больное сознание, когда человек уже на тревогу подсажен все время, на адреналиновом допинге быть, на этой гонке за кем-то, чем-то, успехом, всем успехом. А в деревне действительно ты теряешь этот искусственный насос, который тебя пихает постоянно на этой воздушной подушке, мягчаться куда-то голубым, да, без оглядки. Здесь и начинается падение, да, вся правда открывается просто, разверзается, человек не понимает, чем себя занять, как жить, как быть. В деревне? Да. Почему вот так массово гибнут в деревне, чтобы это свое просьбе? Ну, я бы за массовость не отвечал. Нет, конечно, я там на север путешествую, на юг и вижу разные тенденции. Но я подключен к другому информационному полю, где уже люди, наоборот, переезжают и делают свои хозяйства. Создают уже и детей, и рожают в местах, далеких от мегаполиса. Поэтому это новая деревня, другой формации, с другими уже мыслями людей, которые получили прививку города. Те, кто в деревне не получил прививку города, конечно, их дети, скорее всего, едут в мегаполисы и подпитывают их своей энергией. Но есть и вполне меняемый обратный процесс. Конечно, надо сказать, что уже практически там очень много деревень вымерло, и, скорее всего, какое-то количество деревень и вымерет еще в ближайшем будущем, тоже существенное. Но есть и обратный процесс. И вот этот обратный процесс – это процесс создания новой России. И люди, которые должны оказаться в деревне новой формации, они будут ее по-другому создавать. Она уже создается на других и технологических принципах. В этих деревнях там есть интернет. Как же эти люди обмениваются мыслями с городскими? Они в экономических связях с городскими. И они производят там продукты уже другого качества, нежели чем это делают на больших фермах. Где даже там корову, если комбикормом кормить, у нее будет другое молоко, нежели она будет есть траву. Вон на Славках рассказывали монахи, что у них молоко у коровы земляникой пахнет. Потому что они землянику едят в лесу. Это вообще другое молоко. Конечно, в городе там развивается движение экологических людей, которые говорят, нельзя пить молоко. Ну, конечно, его нельзя пить. На комбикорме нельзя пить. А вот на траве еще бабушка надвое сказала. Или там хлеб нельзя есть. Конечно, городской хлеб нельзя есть. Потому что мало того, что он на дрожжах, так еще и супермаркетов. 50% хлеба возвращается на хлебозавод с плесенью, а он в мясорубку попадает большую. И добавляется обратно в муку. Из него печется вторичный хлеб. Конечно, нельзя после этого хлеб есть. Не просто там дрожжевой грибок, там еще и плесень. А хлеб, который сделан не на дрожжах, а на закваске, это вообще другой хлеб. Это принципиально другая цивилизация даже на этом построена. И если там жить в такой деревне, понимая принципы, что тебя там травили хлебом, травили сахаром, травили молоко, ну, продуктами даже не поворачивается слово сказать, потому что после там белорусского сухого молока перешли на китайское сухое молоко. Хотя китайцы никогда не пили молока, но они освоили специально для нас молокопроизводство. Да, кстати, из Китая недавно партию поддельного риса остановили. Это были пластиковые шарики. Их сварили. Оказалось, дешевле производить и подмешивать, чем рис обычно делает. Так вот, если человек приехал на село уже с другой формацией, с прививкой, тогда будет все нормально. Или еще есть одна тема – воздух. Вот 2 литра воды или 2 килограмма воды человек потребляет в сутки. А воздуха, пересчете на килограммы, я могу ошибаться, но больше 50. Что-то между 50 и 60. Вот за сутки человек вдыхает и выдыхает. 50 килограмм воздуха. Получается, воздух важнее, его качество, чем даже качество воды, которое по трубам идет. В городе, видимо, человек настолько принюхался, что вот он не понимает, что он живет в отравленной абсолютно среде. Причем это более важно, чем даже качество воды. И если мы говорим опять про прививку города, человек, который понимает все это, понимая не на словах, а понимая это нутром, он никогда в город, конечно, не поедет. Город, как кто-то расшифровывает, как горе рода. Город. Ой, деточки. Это вот как играть с глиной. Причем можно лепить не одного персонажа, как в детском саду делают, ставят пятерку и вылепливают, выбрасывают. А целые миры. И ходить друг к другу в гости, транспорт будущего, какие-то замки там. Понравилось мне. Научились молощению. Очень это мне понравилось. Операция очень медитативная. То есть психотерапия или нет? Ну нет, это я не люблю слово психотерапия. Ну какое-то исцеление, какое-то взросление, собирание. Сборка самого себя. Гончарная школа? Да. Значит, гончарная школа, ну как в Японии, приезжают после работы избавиться от стресса. Это, наверное, первая статья, по которой приезжают. Потому что избавиться от стресса, ну иногда сложно даже физическими методами. Ну у нас первое, что растет, фитнес-центры, потому что через физику ты, даже через танец, ты можешь как-то освободиться от стресса. А если и это не отпускает, что делать? Через пальцы, через руки, через тактильные ощущения, через состояние альфа-ритмов, когда ты погружен сам в себя. Возникает встреча самого себя с собой. Я это называю как путешествие внутрь себя. Ну конечно мы изучаем и технологии, и практики, и математические кривые линии, и традиционную посуду, и технологии обжига, обварки, глазурования. Чего угодно. Но самое главное, наверное, это встреча самого себя с собой. То есть это то, куда посылают древнерусские сказки, иди туда, не зная куда. Принеси то, не зная что. А если нет географической точки привязки и места, то есть куда идти, нужно идти внутрь себя. То есть путешествие внутрь себя. Ну а через пальцы, ну это пресловутая мелкая моторика. Как на кончиках пальцев человек начинает ощущать жизнь? Вообще-то через тело проходят такие, скажем, мышечные линии через всё. Они идут крест-накрест по диагоналям по спине и уходят в ноги. Ну и в человеке всё связано. Когда возникает какой-то стресс, почему важно для мышц, стресс возник и зажало. И это, наверное, самое главное, потому что ты встретился и понял, что вот есть такой механизм встречи, и хочется вернуться к нему ещё и ещё и проработать всю жизнь. И я первые там несколько месяцев сидел за кругом, вспоминал все ситуации в жизни, которые происходили, как калейдоскоп, и почему они происходили. И вот эти взаимосвязи начали выстраиваться. А почему было так? Потому что на самом деле жизнь-то событийна. А событийность – это значит, что событие происходит ровно тогда, когда ты к нему готов. То есть оно соответствует бытию твоему. Ну, соответственно, бытию – это значит, что ты же не можешь осознать, находясь в ситуации, почему вот так произошло. Но по прошествии многих лет, когда у тебя будет время, это знание может тебе открыться. Почему так произошло? Но у современного человека нет этого времени осознать, почему так было. И он часто попадает в одни и те же, в одни и те же, в одни и те же ситуации с другими людьми, но в одни и те же ситуации. И они его не отпускают. И пока он этот урок не пройдет, не отпустит. Так вот, когда ты за кругом, у тебя появляется время самого себя с собой, ты эти ситуации прорабатываешь, понимаешь, почему они возникли, и что-то в тебе щелкает, ты можешь поменять. И меняя, уже в эти ситуации не попадаешь. Уже другие уроки. Исцеляющая алхимия. Получается так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok